В продолжение медицинской темы. 14 мая – день борьбы с гипертонией. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире эта болезнь занимает лидирующее место среди главных причин сокращения жизни. От нее ежегодно умирают более 7 миллионов человек. Вдвое больше страдают от повышенного артериального давления. Гипертония проявляется периодическим или стойким его повышением до 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. К факторам риска артериальной гипертонии у нас относятся, это, во-первых, малоподвижный образ жизни. Естественно, отсюда вытекает ожирение, употребление алкоголя и никокина. Никокин вызывает у нас спазм артерии. Если курильщик длительно курит, то этот спазм, естественно, длительный. Отсюда идет повышение артериального давления. Также фактором, способствующим повышению артериального давления, это является несбалансированное питание, то есть употребление в пищу излишнего количества жиров, тяжелой пищи, употребление большого количества соли. Также в числе причин гипертонической болезни – стрессы и наследственность. Единственным способом выявления гипертонии является регулярное измерение артериального давления не только при плохом самочувствии, но и при отсутствии жалоб. Стабильное повышение артериального давления может быть в любом возрасте. У лиц 20-30 лет его регистрируют у каждого 10-го человека, 40-50 лет – у каждого 5-го. Среди людей старше 60 лет двое из трех страдают гипертонией. В этой ситуации, по мнению медиков, ставку необходимо делать в первую очередь на пропаганду здорового образа жизни и правильного питания.